Друзья, приветствую! Владимир из Красноярска прислал образцы масла Синтек Платину 020. Это шестой льсак. Вот баночка свежего отработки. Немножко пролилась. Видите, запачкалась. Этикетка импровизированная. Сейчас покажу условия, где эксплуатировалось масло. Так, значит, масло эксплуатировалось в автомобиле Honda Freed 17-го года с мотором 1.5 LEB 110 сил. Общий пробег 81700 км. Пробег на масле 4800 км. 192 часа при средней скорости 25 км в час. И топливо используется Газпромнефть АИ-92. Так, вот я показал, что создал я эту запись. И давайте посмотрим. Так, посмотрите. Прошлое видео у меня было про масло Автобакс 020, тоже шестой льсак. И под тем видео один из зрителей написал, что в банку Автобакса налили Синтек Платином 7000-020. Дешман от Синтека. И японский дешман налили. И посмотрите, как сильно совпадают данные масла. Разница всего 0,31%. По сути, одинаковые масла. Удивительно. Я даже подумал, что мне кто-то сыграл такую злую шутку со мной. И на самом деле под видом Автобакса прислал Синтек Платину. Вроде как в комментарии выяснили. Но тем не менее, посмотрите, насколько совпадает. Не вижу смысла покупать Автобакса при наличии Синтек Платину. Так, давайте посмотрим скрин с предположенным составом базы. Значит, самая хорошая база с самым большим содержанием ПАУ у нас Лукоил Дженессер Мартек Герман Кар. Значит, на втором месте у нас Кастрол Эдж Профессионал В. Это вольверский допуск, чуть-чуть уступает ему. На третьем месте Кастрол Эдж, значит, С5. И чуть-чуть ниже уровнем под Кастролом у нас Синтек Платинум данный. Ну, я думаю, что здесь присутствует ПАУ в небольшом количестве, но тем не менее присутствует. Далее идет Лукоил Дженессер Спешл СПХ 020. Видите, сильно уступает. Это уже Гидрокрекинг. И самое такое слабенькое – это Кикс G1. Далее скрин, где можно предположительно оценить пакет. Посмотрите, синяя и бирюзовая линия – это Кастроловские масла. Одно и второе. Посмотрите, пакеты просто идентичные. Такая же ситуация обстоит и Синтек и Кикс G1. Прям вот очень похожи по сукцинемидам, по вот стерому горбику. Я думаю, что это, скорее всего, какое-то автонное на пакет. Очень похоже. Самый слабенький из этих масел, из представленных – это у нас GNS SPX. А самый жирный по сукцинемидам – это у нас GNS GERMAN CAR. Интересное такое наблюдение. Так, и сейчас давайте посмотрим данные по-свежему. Вот образец Синтек Платином 0,20. Я, честно говоря, не... Надо было, наверное, может быть, 7000 написать, но не знал, свежее это или... До переименования или после. Укисления, нитрования, эстеров нет. Значит, низкий достаточно уровень. Видно, что состав ненасыщенный, скажем так. Итак, уровень противоизносных присадок хороший – 1,37%. Фенольных антиокислителей нет. Аминные на таком... Минимально, скажем, необходимый, ну, такой средний уровень. Щелочное – 6,64. Кислотное – 1,41. Кстати, щелочное повыше, чем у автобакса, примерно на 10%. Вот вязкость 8,38. Ну, типичная двадцатка. В общем-то, все похоже. Я бы сказал, что это масло лучше автобакса. Чуть-чуть, но... Я считаю, что лучше. Так, ну и отработка. Также Синтек Платином. Хонда ЛЕБ мотор. 4800 километров. Здесь, что мы видим? Почти 3,5% бензина. Это высокий уровень. Это уже такой уровень предупреждения. Окисление и нитрование нарастают постепенно. Но мотор в хорошем состоянии. Посмотрите, просадка по вязкости 9% всего. Ой, по противоизносному пакету, простите. Фенольных антиокислителей нет. Зато стало больше на 0,03% аминных. Скорее всего, это связано с топливом. Я где-то читал, что аминные антиокислители в бензин добавляют. Так, значит, щелочной 4,14, кислотная 2,52. Ну, здесь тоже это и топливо могло повлиять. И, естественно, вязкость сильно просела. Почти на 2 сантесток 6,43. Вязкость рабочая приста. Также присутствует 0,09% воды по версии прибора. Так, сейчас я покажу вам на линейке, как выглядит визуально такая просадка по вязкости. И потом посмотрим прогноз. Да, видно, что здесь прям отработочка рванула к финишу со страшной скоростью. Прямо она как турбо. Да, и смотрите, масло по вязкости полностью сработалось. Сильное очень раздражение. Вот по этому параметру отбракован образец. Ну и, значит, прогноз по маслу. Данные начальные, конечные и мощные нейтрализующие свойства. Почти 270 моточасов. Ну, достойный результат для недорогого масла. И Ильсака 6 в 6700 километров. По нейтралованию тоже, в общем-то, мотор работает неплохо. Хотя здесь, опять же, влияние топлива должно быть 600 моточасов. От 600 до 700 такой уровень исправного мотора. Но от вязкости, конечно, все портит. 165 моточасов и 4100 километров потери вязкости. Обратите внимание, внизу по версии окисления нейтрования смесь богатая, забогаченная. 55 на 44 процента. 45, да, кстати, не забывайте поставить лайк или дизлайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Ну и все, видно даже и по версии видно, что, скорее всего, да, прогревы. Красноярск все-таки зимняя эксплуатация. 95 процентов это городская езда. С марта по октябрь эксплуатировалось масло. Вот видно, что прилично набралось топливо. Не знаю, надо, наверное, как по аналогии с хондами, может, периодически пропаривать масло на трассе. Вот, или использовать более высокооктановый бензин. Значит, Владимир прислал два образца. Значит, Синтек и Неста Сити Про. Тоже 0.20, тоже 6 лисак. Так, следующее видео сделаю про Неста. Там, к сожалению, из другого автомобиля. Ну, не знаю, где-то, к сожалению, где-то с частью. Там можно будет более корректно оценить. Здесь, видите, топливо существенно повлияло, я считаю, на анализ. Вот, но тем не менее, масло для своей стоимости отработало отлично. Мне кажется, смысла в автобаксе нет. Если хотите, 6 лисак, недорогой. Вот, вполне рабочее масло от Синтека. Синтек Платину. Не самое топовое. Топовая линейка у Синтека, это премиум. Благодарю Владимира за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи, здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Продолжение следует.